Вот современные кинематографисты, но они сейчас на съемках, поэтому я вот с удовольствием такую миссию почетную выполняю, даже вот как курьер, и вот по такой... Курьер это Шахназаров. Да, пожалуйста, он, кстати, тоже примерно из этих же команды. И кроме Шахназарова еще хочу одну фамилию вспомнить. Вот по доброй иронии судьбы я как раз сейчас работаю с учеником Бориса Тихоновича Добродеева, Германом Климовым. Наверное, все знают знаменитую картину Климовых, братьев Климовых, спорт-спорт-спорт, но мало кто знает, что это дипломная работа Германа Климова. Вот. Спасибо большое. Спасибо. Welcome to the club. Спасибо. Вопросы. Где-то видел руки поднятые. Ага. Здравствуйте, Александр Сынков. На прессе вопрос без заморчания. Скажите, пожалуйста, вы, как человек, изучающий русскую культуру, смогли ли из национального конкурса получить такую нацокультурную инъекцию, или все-таки там был, ну, такой глобализованный межнациональный язык, ну, кое-что, как вам было. Как насчет инъекций и соотношений? Вопрос все-таки о конкурсе национального. Я правильно понял ваш вопрос, что вы спрашиваете о пропорции национального и международного, да? Да. Нет, не пропорции, просто как бы получилось ли из национального конкурса сделать нашу культуру. Вы знаете, что это новое? Понятно, понятно. Значит, хорошо понял. Да. Я думаю, что да, я узнал очень много, очень многое. И был очень интересный опыт послушать и почувствовать то, что даже с моими коллегами в жюри, с которыми мы занимаемся практически с теми же делами, все-таки какая большая разница заключается уже в том, даже когда мы смотрим на какой-то фильм, что для них, например, означает совершенно другая вещь, большие дистанции, которые в этой стране существуют и которые для нас не существуют просто. Потом тоже интересно было смотреть, как некоторые явления, которые у нас, скажем, в Венгрии или в Европе уже прошли несколько лет назад, а тут они в разгаре на основе видео этих фильмов. А с другой стороны, было очень интересно, что все-таки драматизм и резкость в искусственном смысле этих фильмов не теряются, совсем не теряются. И для меня, например, лично более интересно узнать об этих драматических моментах, чем о фактах, кто как освободился из данного института или что получилось с этим или другим человеком после съемки фильма. И тем не менее, все эти драматические, так сказать, события влияли на меня очень резко. И видел, что для них, хотя это в другом составе, все-таки влияет на их тоже. И в последней очереди и формальные вещи, то есть структуральные, там фотографии и так далее, они тоже очень качественные были в этом фильме. И все мы, хотя по-разному, но ценили это. Спасибо, коллеги. Последний вопрос. Спасибо. У меня вопрос к Эрику Руберцу. Он очень простой. Видели ли, ну понятно, что видели, понравился ли вам какой-нибудь советский или российский фильм, если вы видели, но надеюсь, что... Пронялся с Батюшкой точно? Человек-сто? Эрик видел русского режиссера. Это вот достаточно. Ну, это уже серьезно. They gave me no time to eat, let alone to see a movie. They gave me no time to eat, let alone to see a movie. Мне и поесть, то не дали, а вы говорите, кино смотреть. Я видел все фильмы Андрея Кончаловского, я его большой поклонник. So I seeked him out. Other than that, I have not, I apologize. Я специально слежу за его работами, потому что мне так нравится, но кроме его работ, пожалуй, нет, мне очень жаль, я прошу прощения. Но мне интересно, так что отправляйте ваши фильмы, и я буду смотреть. А его брата Никиты Михалкова? I have not, but they're next on my list. And they are, they are, that's not a joke. Нет, я не видел, но они буквально у меня первые в списке. Серьезно, я не шучу, они там. Are they friends? Они друзья? Они братья. They're brothers, what does that mean? Братья, что это значит? Покровь, у них мама и папа вообще. So you're not answering my question, I get it. Вы не хотите отвечать на мой вопрос, я вас понял. Я ответил. Anything else? Что-нибудь еще? Yes, in the back. You've seen a sequel to Best of the Best. I was in Best of the Best 1, I did the sequel Best of the Best Part 2. I wouldn't do 3 or 4, because they apparently weren't very good. I've never seen them. But 1 and 2, I did them both. For you. Да вообще-то я снялся во второй части, третью, четвертую не вижу, не видела, так что не могу вам сказать, но во второй, в первой, второй я снялся, и все ради вас. Вчера вечером что-то телевизорный такой вопрос. Совсем крохотный вопрос, там на два грамма. Здравствуйте, еще раз огромное спасибо за этот фестиваль, потому что это очень большой глоток воздуха. Вот, и у меня вопрос, я хочу, чтобы вы посоветовали, что делать тем зрителям, которые, окунувшись вот в эту недельную программу потрясающих фильмов, потом пойдут и выйдут вот в кинотеатре и будут смотреть то, что там показывают. Как можно вообще, может ли эта неделя как-то дать защиту всему, что у нас льется, из телевизора и с радио, еще раз огромное спасибо. Но бывает хуже, бывает пойдут и выйдут замуж. Ну, мы не обещаем Октябрьскую революцию в октябре 2017 года, вот, но обещаем работать над тем, чтобы, как мы уже сказали выше, в том числе документальные фильмы, как-то больше доходили до людей, становились более востребуемыми и, в конце концов, может быть, как-то добрались и до реальных кинотеатров. Это же касается и игровых фильмов, я имею в виду фильмов таких, которые содержат элементы искусства, потому что предмет нашего фестиваля – это искусство. Неважно, документальное, в игровой форме, в документальной, в какой-то промежуточной, в анимационной, в коротком метре, в длинном. Все это имеет отношение к искусству, к попыткам творить, создавать что-то, создавать вот тот витамин творческий, который необходим человеку. Все остальное вы можете увидеть в обычных кинотеатрах, как всегда, как во всем мире. Ну, во-первых, мы давно уже ведем переговоры с губернатором нашего города о том, чтобы, по примеру Москвы, где есть центр документального кино, и, может быть, получить помещение. Нам один раз предложили на окраине города такой развалившийся кинотеатр в советских времен, огромный, который восстановить невозможно. Но, тем не менее, интерес к этому есть, и спасибо, что сегодня вы пришли, но пресса должна нас поддерживать более активно, писать о фестивале, рассказывать. Тогда появляется интерес. Без вас мы тоже ничего не сделаем. И иногда, я это не раз говорю, некая инертность есть. И прошу вас просто нас поддерживать, тогда, я думаю, мы добьемся и получим хотя бы один кинотеатр, где будут демонстрироваться фильмы нашего фестиваля. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо вам, что вы пришли. Мы ждем всех внизу, где будем высаживать дерево. У вас будет, думаю, возможность задать вопросы всем, кто был здесь на сцене уже в индивидуальном порядке. Спасибо. Да, и вечером, конечно, опять фильм закрытия кроткое. Мы вас ждем. Спасибо вам. Спасибо.